Лизка Алина, Майк Войс и мы не одни, мы здесь сидя. Вот у нас маленькая рекировочка, обычно мы наоборот сидим, но все же когда-то заново и все когда-то в первый раз. Представляй нашу Войс. Друзья, у нас сегодня не просто так, на самом деле, открывает песня Вова. Это не прогиб, это совпадение просто. Алина Гросс у нас в гостях. Алина, привет. Всем здравствуйте. Слушайте, у меня небольшой, как так говорят, камин аут. Алина, чтоб ты понимала, я тебя знаю давно, заочно. Ты из своих 24 лет, 20 лет на сцене, у тебя все дела. Ты родом из Украины, я родом из Крыма. И я тебе рассказываю, в седьмом классе, в шестом классе, я из Севастополя, приехала на елку в Киеве, на фигуре елка, то есть мне 11 лет. И там выходит такая девочка в кудряшках, в красном платье, играет там главную какую-то фею. Я сижу на третьем ряду, а Алина Гросс. И потом у нее началась такая, как это, началась карьера. Она пела с Ириной Билок, там все музыкальные. Короче, я тебя знаю, ты знаешь, как это у людей была утренняя звезда. А я там тоже была. Да, я знаю, но у меня, видишь, своя, это, украинская. Спасибо большое. Я тебя видела вживую очень давно, представляешь? Да, постарела. А теперь, сорян, ты ко мне в гости приходишь вечерком. Пойду, пойду, девчат, там чай заварю, наверное, все равно ей не нужно. Мне безумно приятно то, что вы меня видели, что вы меня помните, что я все-таки как-то 20 лет, я не знаю, я чувствую себя таким пенсионером. Нет, ты просто представляешь. Слушай, вот скажи, пожалуйста, в связи с этим вопрос. Давай. Вот говорят, что дети, которые популярны в раннем возрасте, потом им труднее выстрелить, у них там что-то ломается серия психика. Ну, непонятно, что история у тебя не такая, но тем не менее, вот там всякие Макалэй, Калкин, да, известные дети. У тебя, в принципе, тоже, вот что касается Украины, ты была очень-очень-очень известным ребенком. И у тебя как-то все достаточно стабильно пошло. Вот в чем секрет успеха такого? Мне кажется, в том, что... Стабильности. Секрет стабильности в том, что мы не останавливались. То есть если ты очень рано начинаешь, даже если ты начал там в 20 лет, то тебе все равно в какой-то момент надоестся, там к 40, допустим. А я начала все-таки там как бы в возрасте трех лет, и просто тут тот же получается длинный путь, но самого детского возраста. Мне кажется, важнее всего не останавливаться. Короче, звезду ты не поймала в детстве. Блин, если честно, в подростковом возрасте. Мне кажется, что я никогда ее не славлю, потому что мне всегда мало. Мне всегда мало того, что... Мне всегда плохо, мне всегда мало. Ты просто жадина. Нет, мне хочется всегда большего, потому что иногда... Ну, как бы сейчас очень многие артисты выпускают очень крутой хитовый трек, потом немножко останавливаются и тормозят. А мне кажется всегда, что мало одного трека, должно быть еще лучше, еще, еще, еще. И вроде бы, ну, потихоньку, потихоньку получается. Слушай, а мне кажется, оно так и есть. Если ты не видела другой жизни, вот, ну, всю жизнь, это и есть жизнь твоя. Это твои будни, твои будни. То ты и представить по-другому и не можешь, и не хочешь, самое что главное. Я, если честно, как-то, ну, я не помню особенно другой жизни. И, наверное, лет, там, в 12-13 мне казалось, что еще все так живут. И... А как так, блин? Ну, обычно. Мне, в принципе, ничего не менялось. Просто единственное, я еще выходила на сцену, и со мной почему-то здоровались в городе. Незнакомые тебе люди. Да, да. Я думала, что это такие все доброжелательные, хорошие, милые люди. Вот таким наивным я ребенком была. Но меня это очень радовало. То есть мне было безумно приятно. Это такое теплое общение, без негатива. Вот. И, наверное... И его потом никогда не было? Никогда не писали всякую ерунду? Хейтеры. Нет, потом, конечно, хейтеры появились. Но сначала, видимо, от меня то ли их скрывали, то ли их вообще не было. Ну, вряд ли такого. Такого быть не могло. А вот эту конкуренцию на различных музыкальных конкурсах ты не ощущала? Конкуренция, да, навсегда была. Ну, нормальная, здоровая, в смысле. И я, опять же, из тех людей, которые... Я абсолютный перфекционист. И, если честно, я вот не особо люблю те конкурсы, которые типа... Ой, мы только за участие. Мне всегда хотелось побеждать. Ну, смотри. Секундочку. И родители, так как понимали, что у них ребенок или так, или никак. Было такое, что я получала там второе место. Я проглатывала его с достоинством. И родители мне все равно говорили, что Алина, ты победила. То есть они мне врали нагло в лицо, и я ходила, то есть... У тебя себе про. Нет, нет, я считала, что я победила в этом моменте, потому что они мне врали, что я победитель. Иначе я просто не могла смириться и пережить этот момент. Мы продолжим эту тему, друзья. Да, ты просто смирись с моментом, потому что у нас тоже здесь конкуренция. Сейчас с тобой будет конкурировать Миша Марвин. Ты одна. Еще и поет, она, да. Один на всю страну, 89,9 в Москве, 102,0 в Санкт-Петербурге, 742... Кто? Канал? Правильно. Канал в Трикалории, трансляция прямая страна.фм. А еще мы есть в Яндекс.Эфире. И, друзья мои, у нас сегодня Алина Гроссу в гостях. Не просто так мы сидим. Еще раз, здравствуйте. Подожди, тут был твой камин-аут. Сейчас будет мой камин-аут. Да, пожалуйста, пожалуйста. Что у тебя было в детстве? Ну, в детстве, как месяц, неделю назад, считается в детстве. Подходит ко мне Лиза, вот там в гримерке, говорит, а ты знаешь, кто придет через неделю? Я говорю, да кто? Он говорит, да ты угадай, вот ты кого хотел здесь увидеть? Я говорю, неужели Филипп Петрович? Говорит, нет, ну еще лучше. Жестный пол, жестный пол. Я говорю, кто? Алина Гроссу будет. Серьезно, я так обрадовался. А потом начал готовиться к эфиру, узнал, что вы вышли замуж. Я тебе сказала, что замуж. Да ну что ли, не расстраивайтесь. Я вас очень поздравляю. Не расстраивайтесь. А вопрос твой в чем? А нет вопросов. Все, пока. Понимаешь, я тебе так скажу. Алина вышла замуж, и вопросов больше нет. Почему? У мужчин так. Слушай, кстати, ты знаешь, вот такая фишка есть, что многие знаменитые люди скрывают свой статус вообще личный. Ну, чтобы там поклон... Особенно у мужчин такая фишка. Они никогда не показывают своих девушек. Блин, я сейчас передумаю. Не показывают своих жен там, не рассказывают свой вот это вот... В активном поиске у них все время статус. Так. Чтобы фанатки не отпадали. Вот у тебя такая история была вообще в голове? Только что. Надо, да. А, все, понятно. Подскажите идею. На самом деле, какой кошмар, все. Саша, прости, это мой муж. Мы знаем. Саша, привет. Я в шоке просто. Я в какой-то степени... Блин, ну а что я не человек? Я не знаю. Ну, как бы, по идее, вот надо было уже выходить замуж. Все-таки четыре года вместе. Совместного пути. И мы просто как две половинки одного целого. Мы очень похожи. Что внешне, что внутренне. Иногда кажется, что мы как сиамские близнецы или как брат с сестрой. И поэтому нам настолько легко и просто. То есть вместе. Как Саша, муж твой, уже. Мы вас поздравляем. Я поздравляю. Если нет, относится к твоим постоянным переборам. Приездом, там, гастроли. Вообще, клатч стайл. Ненормированный, да. Совсем нестандартный образ жизни. Да, как сказать. С одной стороны, он... Или он с тобой всегда. Нет, у него очень много работы. Поэтому он тоже старается все-таки становиться на ноги. У нас такой период взросления, становления сейчас. Но я в последнее время реально не могу без него мотаться куда-то. Я всегда его беру с собой. Даже если он сильно сопротивляется и говорит, что у меня работа. Ну, это... Но я стараюсь... А у Саши есть режим? То есть у него 5-2 работа? Или он достаточно свободен? Саша не подчиненный. Поэтому ему, наверное, чуть попроще. Ну, то есть он может регулировать? Он может регулировать. И он может, в принципе, и на расстоянии какими-то делами заниматься. Но, конечно, ему важно все контролировать. Потому что без контроля они получаются. Слушайте, девчата, это еще тяжелее. Вы так сказали, но он же не 5-2 работ. Нет, я спрашиваю. Это еще тяжелее, когда человек... Когда ты сам себя должен тренировать. Потому что он может в любое время сорваться. Это вообще... И все. Но я стараюсь иногда так, чтобы какую-то часть времени он со мной, какую-то часть времени я ему тоже помогаю. Вот. Тем могу. Стараюсь всем. Но понемножку. Он меня часто просят какие-то видосы смонтировать для компании. А ты монтируешь сама? Я могу монтировать. Все, что нужно. Я творческими моментами занимаюсь. Раскруткой. Придумываю ему. И, собственно говоря, вот как-то так мы ладим. Но ты же еще и связана, так или иначе, с актерской деятельностью. Как раз с видеоформатом. То есть ты сидишь, монтируешь там. Да. Где-то в Аймове или ты на компе сидишь? Мне и на компе, и в Аймове. Короче, что под руку попадается, у меня 150 приложений для этого. И на компьютере программ очень много. Я когда училась во ВГИКе, а я училась когда-то во ВГИКе. Мы этого краснем все. Я мечтала после актерского факультета потом окончить режиссерский. Но как-то на тот момент это все почему-то прошло стороной. Потому что я решила, что, блин, надо становиться. Нет, не-не-не-не. Я ВГИК закончила в 19 лет. Я еще пять лет, между прочим, сидела и ждала. Ну да, понятно. Это их свадьбы. Просто подумала, что, наверное, в какой-то момент нужно встать на ноги, хотя бы в тех профессиях, которыми я... Уже владеешь. Не то чтобы владею, все пытаюсь овладеть. Ну понятно. Слушай, ну вот после вот этого монолога твоего в стиле кота Матроскина, что ты практически еще и крестиком умеешь вышивать, и здесь, и так, и так. Надо заработать денег. А чем он тебе помогает? С тобой все, ты на все руки мастер. А он? Вы знаете, самое удивительное, что он так же. То есть куда-куда ни посмотри, он шикарно... Камеру, пожалуйста, вот сюда можно, мы передаем. Он шикарен. Слушай, что ты засмущал девчонку? Я пытаюсь, да нет. Я просто хотела сказать, что у него шикарная риторика, он охренительно просто может сочинять любое, абсолютно любую тему. Да, у него по слову слов хватило, Алина, сейчас. Друзья, я хотела сказать, что он владеет языком. То есть самое главное в вашем муже, то, что он хорошо владеет языком. Господи, какой кошмар. Рекламная пауза, друзья, мы скоро вернемся. Обязательно. Спасибо вам большое. Алина Гроссу сегодня с нами, Лиза Галина, само собой, Майк Войс, все здесь, все мы втроем, все идем в студии, болтаем. Хочется, что, да, секунду за эфиром, и Алина такая, ну все, сейчас начнутся перлы опять. Видишь, что с тобой репутация какая-то, не знаю. Не знаю, не знаю. Такой дедушок уже от нас, понимаешь? Во-первых, почему ты примазываешься ко мне вот это от вас? Может быть, я сейчас буду мочить? А у меня есть, кстати, вопросики. Давайте. А давайте. Раз уж все замужем теперь, я уж могу спрашивать. А свадьба в Венеции была? Да. Красивая. Так хорошо живете. Красивая? Господи, не сыпьте мне соль на рану. Мне прямо сейчас, вот на секундочку, стало стыдно перед вами, что я вот вышла замуж. Ну прям, прям. Перед вами, Михаил. Прям вот я... Вышла замуж или вышла замуж в Венеции? Это большая разница. Я даже не знаю, что больше. Хорошо, нет, а хотите? Я знаю, что больше. Не подожди. Хорошо, пожалуйста. Я знаю, что больше. Кто эту свадьбу вел? Вы знаете, кто эту свадьбу только не вел. Зеленский сейчас скажет. Такой уровень, что уже президент просто по старой дружбе. Ой, как мило. Вы практически выгадали, да? Нет, на самом деле, у нас было достаточно много ведущих, но не все из них были фантастически популярны. Есть такой Дима Каляденко и еще парочку людей таких креативных, немножко с наших корней. Но не Майквой, в смысле, да? Не Лизка. Михаила Николенко, я скажу, там не было, да? Спасибо. Я поняла. Вы знаете, мы можем это исправить. Мы можем сыграть еще одну свадьбу. Еще одну. Серебряную потом, зовите. Да почему? Ну что же так? Мне кажется, я бы сейчас сказала опять свою перлу какой-нибудь, типа свадеб много не бывает, потом подумала, что нет, много бывает. Мы просто, мы просто офонарели от этой свадьбы. Это самый тяжелый день в моей жизни. А сколько было гостей? Я знаю почему так. Гостей было на районе 150, там 100-150. Да, не очень много. Потому что это очень, очень, блин, как бы это ни было, сейчас, наверное, многие, кто смотрят, подумают, господи, жиру бесятся столько людей, и венец, и тому подобное. Да. Но. Поверьте мне. Это тяжело. Иногда лучше, когда это 10 людей. И в шоколаднице. Сидит в хрущевке. Так. И кайфует, жует оливье, и запивает шампанским, а после едет с какого-нибудь ЗАГСа. Любого, абсолютно. Типа это легче? Ну, это морально, когда ты переодеваешь это пышное платье, красивое. Во второе пышное, да? Вот это вот, когда пятое платье, ты переодеваешь, нет, на самом деле это реально тяжело, потому что ты хочешь и пытаешься угодить каждому, чтобы у всех было прекрасное настроение. И свадьба, как по мне, это праздник для гостей, а не для жениха и невесты. Поэтому Саня и я просто вот так вот сидели и такие, мы никогда не разведемся, потому что мы больше свадеб не хотим. Девчата, вы меня тащите, вы меня тащите, знаешь почему, Алин? Не рекомендую. Вот, девчата, просто гражданский брак, сидите дома, все, не надо вам это. Ты сказал такую фразу, что угодить, а вообще вот в работе своей ты часто пытаешься, вот музыкально, когда снимаешь клипы, у тебя есть такой пунктик, что надо угодить там публике, зрителю, кому-то еще? Вы знаете, это очень как-то громко сказано действительно перед этим, потому что сказала, что угодить, потому что я сама по себе не особо люблю подстраиваться, но при этом в основном это нравится. То есть, видимо, вкус, который у меня, не настолько эксклюзивен, и он подходит большинству людей, что приятно. Вот, но тем не менее стараешься. Я стараюсь свой вкус, и свою голову, и свою фантазию, свое творчество, и не знаю, все, что у меня есть, свою музу направлять и подавать под соусом тем, который понравится моему слушателю и зрителю. Потому что, конечно же, я пою для человека, для каждого, кто меня слушает, а не для себя. Ну, то есть, по тренду какие-то ты не пытаешься, там, вот сейчас это мод, вот надо это делать так? Я не подстраиваюсь под тренды, потому что они очень часто меняются. Все-таки тренд, это, наверное, в первую очередь личность и человек сам по себе. То есть, если ты интересен сам, какую бы музыку ты не исполнял, ты будешь интересен. Ну, и плохо, что в данный момент люди немножко потеряли грань. Раньше были артисты и их песни, а сейчас песни и какой-то артист. Ее исполняет. Средство воспроизведения. И поэтому у многих там лиц не запоминают, у многих имен, это очень плохо. Потому что, как по мне кажется, должна быть изначальная личность. И у нас, как бы, этих личностей не так много сейчас. Вот, и, господи, дай бог, хоть бы на 10% сделать так, чтобы стать хоть немного реальной личностью, а не просто человеком, который исполняет песни, которые знают. А нам личностями здесь помогает стать что? Реклама. Реклама, дорогие друзья. Павло, пожалуйста. Да, пожалуйста. Алина Гроссу, я Майк Войс и моя эфирная жена Лиза Калина. Все здесь. Надо развестись, мне уже. Да, уже не важно. Уже эту жилплощадь мы не поделим с тобой. Подожди, подожди, подожди. У нас были камин-ауты. У тебя был? Да. У меня был? Да. У меня тоже надо. У Алины не было. Поэтому вопрос следующий. Что ты нам подаришь на день рождения страны ФМ? Потому что 15 августа Алина Гроссу будет в Изи Москов вместе со многими другими. Но сейчас абсолютно не важно с кем. Потому что она будет, самое главное, на нашем концерте. Да, нам три года. Будет вас поздравлять, петь песни. Я там буду прикалываться. Там будет много сюрпризов. Может, даже Лиза пошутит. Вы знаете, а что бы вы хотели? Ну, во-первых, я могу быть вашей тамадой на свадьбе. Ой, спасибо. Это подарок не только вам, и мне. Так, хорошо. Во-вторых, в принципе, для начала, то, что я могла бы в первую очередь, это песни. Вот. А для не начала, а вот так, для продолжения. Вторая. Еще одна песня. Да, да, да. А на самом деле, что бы вы хотели, я готова подарить вам немножко себя в вашем эфирном времени. Супер, спасибо. Это отличный подарок, да? Миша. Он ждал денег, ну ладно. Друзья, смотрите, у нас вот следующая написана глава. Непобедимая. Вот что это такое, Алина? Это новая какая-то работа твоя? Расскажи-ка нам. Вы знаете, это, наверное, самая душевная моя работа, потому что... Это премьера, друзья мои. Да, это премьера. У нас премьера, премьера. Это самая душевная моя работа, потому что она посвящается моей второй половинке. И вот весь у нас такой эфир ванильный. Я все время о муже, как я его люблю. Господи, Саш, прости, неправда, не переживай. Саш, тебя не любят, извините, это ложь. Все понятно. Непобедимая, это типа для тебя трудно. Да, 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 да. Вы знаете, сейчас я сначала скажу про песню, а потом скажу, что у нас какая следующая планировалась. В общем, эта песня о моем муже и о любви. Непобедимая не в смысле я, а наша любовь. Вот оно что. Ну и, в принципе, каждая женщина, когда влюблена, потому что там очень сказочный, очень добрый, очень милый текст, надеюсь, который вам очень понравится. Почему мне смешно? Потому что следующая песня планировалась у нас сдалась. И было бы очень забавно после непобедимой выставить песню сдалась, поэтому мы передумали и мы выпускаем другую скоро. Ну а сегодня премьера непобедимой. Непобедимой, вот. Хочется, конечно же, чтобы она... У нас сейчас такой маленький флешмоб, все невесты выставляют... Выкрасывая свою лавсторию. Лавсторию под эту песню. Свадьбное видео. Мне так приятно, так приятно. Потому что это самый трепетный, самый трогательный, наверное, такой праздник для девушки, для женщины. Праздник любви, вот эта вот свадьба, которая мне далась, конечно, трудно, но я надеюсь, вам не так. И хочется пожелать всем самую крепкую, самую непобедимую, самую прекрасную любовь. Ну все, мы готовы посмотреть. Алина, подожди секунд, последний все, последний опыт. Мы все-таки здесь любим горяченький эксклюзив, поэтому я не примену возможности, чтобы не заиграть. Что ты будешь про первую брачную ночь спрашивать сейчас? Что эксклюзивного тебе надо еще? Я понять не могу. Нам сказали, что песни, сдаюсь, не будет. Ага, будет какая-то другая песня. А какая другая песня планируется? Следующая другая песня. Так. Ну, затравочка, ну хоть подождем. Затравочка. Ну, мы же сегодня только вот это вот примерим. Как же сразу же следующую? Она будет еще более убойная и повеселее. Мне кажется... То есть это такая лирика, а та будет более движовая? Это тоже будет. У меня все песни вот крайние, последние, они достаточно лирические. Но если это суперсчастливое и о том, как все прекрасно, то следующее заставит меня... Давайте уже ссать. Поехали. Непобедимо. Гроссу. Слушайте, я бы, конечно, многое отдал, чтобы все-таки камеру включили, звук включили еще и в момент, когда мы просто здесь сидим, болтаем. Вообще, надо нам этот формат Ютуб. Давай, по стране, это мой эфир, а Ютуб мы будем свой вести, чтобы это... Понимаешь, здесь есть палка о двух концах. Если мы так будем делать, не предупреждая, хочу не сказать, клиента, гостя, клиента. То тогда у нас отсудят все, понимаешь? Да почему? А у нас с тобой и так ничего не было. Посмотрите, я такая прямолинейная, что я могла бы практически все повторить, но лучше не надо. Слушай, я просто признавалась в любви, да. Мы тебя поздравляем с премьерой. Спасибо большое. Громадное спасибо. Такая love story получается. Да, 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 такая миленькая. Мими-ми. Да. Вот эта песня прозвучит 15 августа на дне рождения Я думаю, что хватит ванили. Хочется больше танцевального. То есть это, да, это такой добрый и милый трек. На больших концертах, когда ты поешь 150 песен, это хорошо. А когда у тебя есть там не так много времени, хочется петь... Ну, знаете, да, как бы хотелось бы потом поговорить. Ну, в общем, важно. Сейчас камень дабл кину, да. Времени мало, но послушайте, ну сколько артистов. Хочется петь более драйвовые песни, которые бы в первую очередь раскачали. Конечно. Потому что песни по типу непобедимой хочется петь на свадьбах и на... И на больших концертах. Какие-то больших концертах. Конечно. Когда вот уместно тронуть сердце каждого зрителя и слушателя именно лирикой. Соответственно, когда будет сольник на Уэмбле, вы... И прям как... И все. Встретим все сидит. И встреть, да, да. Я там буду, все там будем. Да, обязательно. Слушай, смотри, у нас остается букв... А, нет, у нас еще один выход есть, да. У меня точно, да. У тебя не знаю. У меня тоже, да. Да, у нас есть. Слушай, вы скажи, когда тебе пишут, допустим, ой, слишком сладко, ты как-то реагируешь, допустим, в социальных сетях, еще что-то? Слишком сладко, господи, это так не нравится. Не, а наоборот, либо какую-то гадость напишут. А, ну, в сторону Сани очень как-то ничего плохого не пишут. Говорят, что наоборот, ну, какие-то прям такие прям я тебя потяну. И уже кто-то пишет, господи, так сладко, а что шнит, типа, не выставляю его больше. Слушай, вы правда, вы как Барби и Кен, вот вы очень похожи. Серьезно. А мы с тобой как то? А мы с тобой как то, скажи. Красавица-чудовище, конечно. Хорошо быть красавицей, друзья. Ладно, сейчас продолжу рекламу. Спасибо. Да, мы скоро вернемся. Хороший летний трек, паруса. Слушай, а мы вот, я всегда спрашиваю артистов, вот ты можешь своим коллегам каким-то сказать, слушай, ну, ты вообще какую-то ерунду написал, мне не нравится, это бред какой-то. Ну, бредятельно. Или ты, если тебя спросят, ну, как тебе моя новая песня? Вот что-то, и тебе не нравится вообще, вот просто полный бред. Как ты отреагируешь? Я с... Или ты будешь деликатно увиливать? Я, скорее всего, деликатно... Во-первых, очень мало кто обычно из коллег друг у друга спрашивает, ну, как тебе песня. Обычно, когда суперкрутая песня, я тогда спрашиваю. Когда уже сам знает, это спрашивает. Важных вводных три. При этом вы ни на одном лейбле, ни у одного продюсера, и это не один оплаченный сборный концерт. Пожалуйста. Я очень не негативный человек, то есть мне нужно еще постараться, чтобы мне прям очень сильно что-то не понравилось. Наоборот, как бы я, скорее, к себе очень сильно придешь, к другим, все у всех прекрасно, все у всех замечательно. Лучше, наверное, больше следить за собой. Все лучше, в розовом свете таком. Да, ну, если бы спросили, и это прям близкий мой человек, я бы сказала, что лично мое никого не обременяющее мнение, это лично мое, вот, возможно, я бы сделала чуть-чуть по-другому. Слушай, а ты вот с кем-то вообще дружишь реально? Вот звездные русские, там, украинские артисты. Вот есть, кто кого-то может назвать, вот при этом мои друзья? Семьями дружатся. Нет, прям близкие друзья. Как-то я со многими общаюсь просто, и это в кайп. Но для многих женщин, когда они вот выходят замуж, для них, к сожалению... Слушай, что прям просто жизнь до и после. Любой вопрос к этому сводится просто. Нет, в общем, так как я больше, к сожалению или к счастью, я люблю общаться с мужчинами, но у меня очень мало подружек, в смысле их очень мало. И все мужчины из шоу-бизнеса, вот как раз, когда я вот вышла замуж, у меня были серьезные отношения, мой муж так посмотрел на это все и сказал, что дружить ты ни с кем не будешь. А, ну понятно. Но я как бы, это не было так навязчиво, типа Илья или друзья. Но как бы я понимаю, я не хочу ему делать больно, потому что он безумно хороший человек. А он ревнивый? Ну так, то есть он не то, что делает ему ложь. Он просто не из этого мира, ему не всегда понятно вот это вот такое поведение. А ты меня правда любишь, говорит. Любить. Это так мило. И я такая, ну конечно, люблю, как я тебя могу не любить. Ты такой прям. А ты ревнивая? Ой. Вы знаете, я наверное не то, чтобы... Тон сменился, мне понравилось. Так. Я не то, чтобы ревнивая, я собственница. Ты вас ревнивая. Спасибо. Нет, собственница-то хуже. Ревнивая это когда ты как-то, я не знаю, вот мое, и это касается только мужа, потому что это мой муж. Если это мой муж, идите ищите себе других. Вот. А это мой, его не трогать. Понятно. Я его выращивала 4 года. Хорошо. Слушай, вот смотри, сейчас с твоим новым таким укладом жизни, как ты будешь успевать что-то новое создавать, снимать клипы, писать песни, записывать эти песни, когда у тебя все вот, ну, в таком режиме, муж, семья. Да не-не-не-не, это я сейчас, наверное, так просто, у меня такое семейное интервью без него. На самом деле, я как работала, так и работаю. То есть, опять же, на самом деле, моя жизнь не поделилась на до и после. Я остаюсь тем же человеком. Выбирать самореализация дома у тебя такого вопроса нет. Господи. Все в балансе. Со временем моих отношений с мужем вышла куча работ, которые, вот, если бы кто-то знал, что у меня было тогда очень серьезные отношения с молодым человеком, который в будущем станет моим мужем, все бы немножко подобалдели. Удивились. Это была явно нехорошая реакция, как у нее же. А он это все принимает и понимает, потому что это моя работа. Алина, спасибо тебе огромное. Мы ждем тебя 15 августа. 15 августа на нашем дне рождения. Мы с тобой особенно не прощаемся. Три дня. Три дня всего лишь. То есть, до четверга мы тебе говорим. Я буду думать, и вот вы мне будете сниться обязательно. Да, друзья, приходите изи Москва в 19.00. Алина Кросова будет с нами. Ждем. Всех хорошего дня. Спасибо. Хорошего вечера. Пока. Пока.